Однажды я просто залез на один из утёсов в Горном Алтае, в самом где-то центре, и обратился к небу, что же моя основная задача, для чего я здесь бываю и зимой, и летом, и тянет меня как магнитом эти края. Я попросил у неба дать мне какую-то духовную, настоящую работу. И буквально через несколько дней меня вывели на человека, здесь очень долго рассказывать, если всё подробно. Он отшельничал в тайге, и я в конце концов сумел с ним встретиться. Встретившись с ним, я пожил в его избушечке крохотной в тайге. Что такое его избушечка? Это 2 на 2,5 метра наполовину в земле, наполовину жердочки, покрыта берёзовой корой. Горноалтайская берёза, она прекрасная, крыша получает. Вот и всё. Внутри его печёрка, и в окно выходит труба. Ну вот. И моя судьба оказалась тесно связана с этим отшельником. Он в то время принял от высших, у него связь с высшим учителем, связь постоянная. И от него он получал эту информацию. В эту информацию он вложил в начале книга, рукопись под названием «Синергетика». Вот я сегодня её уже упоминал. Это, собственно, прочитав эту рукопись в Бийске, я и загорелся найти автора этой книги, этой рукописи пока ещё под именем «Синергетика». Я задался целью, опять же, с одной стороны, зов заставляет ответить, а с другой стороны, я много лет уже после Марии работал журналистом, вот, и у меня просто журналистская интереса найти этого человека, и как это можно на русской земле, русскому человеку, принять такую великолепную рукопись, книгу под названием «Синергетика». Она меня потрясла во многом, глубиной своей знания. Вот я встретился с ним, мы начали с ним работать, он в это время принимал другую рукопись. Я видел, как это всё происходило. Я его расспрашивал, я его видел. Он в избушке своей оставляет своё тело, обычно вечером, ночью, а сам в тонком теле, в тонких телах уходит в так называемую пространственную структуру учителя своего. И там, в этой пространственной структуре, учитель даёт ему знания. Иногда это длится час, два, три, пока знания... Вот. Возвратившись в тело, самое интересное, что он в пространственной структуре учителя находится в сознании, всё видит, всё понимает, идёт полное общение с учителем. Учитель даёт полную интересующую его информацию. В то время это было... Он готовил вторую рукопись под названием «Калагия». Вот этот весь процесс я наблюдал. И мне интересен был сам человек этот. Его сейчас секретов никаких нет. В «Экологии синергетики» изданы. Его фамилия Наумкин, звать Александр. Мне он был интересен во многих отношениях. Ну вот потом, потом опять же, если говорить о пути в Непознанном, то весь путь его – это как раз путешествие в Непознанное. Он всю жизнь провёл в тайге. После армии, когда ему учитель в теле, встретившийся в Уссурийске, послал в Горно-Алтайскую тайгу, после этого он послал учитель его в Горно-Алтайскую тайгу, и потом продолжилась его работа в самой тайге. Вот этот, значит, вот это самое... Мне был очень интересен его вот этот путь Наумкина. А потом, когда Наумкин с небольшой группой пошёл в горы к Белухе, кто был в Горно-Алтае, тот знает это место, и как бы в Беловодье, в поиск Беловодья. Беловодье в Горно-Алтае – это та же самая, что называется Шамбалой. И вот потом я... А их пошла небольшая группа, 4 человека. Среди них одна молодая женщина. Вот. Потом я по следам уже, по следам исследовал, что же, как, что с ними происходило, что их за путь. Необычайно трудный, необычайно сложный. Они ушли в марте слегка одетые, без палатки, без продуктов, в надежде, что их встретят там определенные сущности и Шамбалы. Встретят их, и дальше будет всё определено. Вот. Но оказалось, что их никто не встретил. И начались у них такие неимовернейшие с ними, вот именно путешествия неведомые, незнаемые, что не дай Бог, наверное, никому испытать то, что они испытали. Вот. По их следам я написал книгу, которая называется «Эхокология». Эхокология, вот, она, первый тираж давно разошёлся, сейчас я издал второй тираж, потому что со всей страны отовсюду звонят, просят, пришли хоть ксероксах, пришли хоть что-то, но что же я буду ксероксах. Вот сейчас второе издание этой книги. Вот. Вот в этой книге. А, кстати, о своей книге «Эхокология». Вторая книга, если уж говорить коротко о книгах своих, это «Триумфия Жилвоина». Она вот, и «Эхокология», «Триумфия Жилвоина» здесь есть. Тоже «Триумфия Жилвоина» выдержала уже второе издание. Очень лихоохотно читают и молодые, и всех возрастов. Вот. А интересно создание этой книги. Я ее писал, когда они ушли в поиск в Беловодье, Шамбалы, эта группа. Я остался в избушке Александра и зимовал в тайге впервые. Вот. Решил себя пробовать еще и в этой. В полной изоляции, в полном одиночестве. Четыре месяца я пробыл в этой избушке. Это тоже путешествие непознанное. Мне говорят, как ты мог. Может быть, кто-то из вас читал книгу «Царь рыба» Виктора Астафьева. Там прекрасно описано, что значит остаться в одиночестве, в изоляции, в тайге хотя бы на несколько месяцев. Но, поскольку я был занят работой, я как раз писал эту книгу «Триумф. Визжил воина». Поэтому время летело незаметно, дни мелькали. Для меня это было самое лучшее творческое время. И я не буду останавливаться на содержании этой книги. А в двух словах, это учитель ведет своего ученика, приводит в Горный Алтай. И там учитель обучает его, как выйти в ту страну, в то пространство, в котором он находится. Есть мир тонкий, есть мир огненный, и есть мир, который еще выше мира огненного. Это так называемая страна Нагуатмы. Почему книга называется «Сувениры из Нагуатмы»? Это страна Нагуатмы, страна мысли, страна времени, тоже обитаемая очень высокими сущностями. Вот.